Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях генеральный директор фирмы Купаленко Ольга Плохотина. Здравствуйте, Ольга! Добрый день! И хотелось бы с вами поговорить вот о тканях, о современных тенденциях. Потому что мы очень часто замечаем, что приходя в магазин, нам предлагают синтетические одежды из синтетической ткани. И пытаются нас убедить в том, что это ничуть не хуже, чем ткани натуральные, что они также дышат. Вот насколько это правда-неправда, насколько нам верить? Ну, наверное, тенденция идет с тех времен, когда только появились синтетические волокна, и они были дефицитом, они были новинкой, это было необычно. И у нас они были всегда дороже, чем натуральные ткани. А, допустим, за границей было наоборот. Хлопок был безумно дорог, а синтетика дешевая. Ну и сейчас, конечно, мы понимаем, что на самом деле время все расстало на свои места. И действительно, натуральные ткани ценятся и являются незаменимыми каждодневными нашими спутниками. Соответственно, ткани делятся на искусственные и синтетические. Ткани тоже нужно различать, потому что синтетические ткани, конечно, неприемлемы для, допустим, нижнего белья, а искусственные, такие как вискоза, допустим, вполне можно использовать, носить каждый день. Потому что по всем своим свойствам вискоза приближена к натуральному хлопку. По впитываемости, по испаряемости, по гигроскопичности. То есть она действительно создана для того, чтобы в какой-то степени заменить хлопок. Ну почему же у нас сегодня получается, что на рынках такое количество именно одежды из синтетики? Натуральные ткани дороже? Да, конечно. И в производстве. Дело в том, что производство трикотажного полотна занимает порядка двух месяцев. Просто полотна. А из него еще нужно сшить изделие. А синтетика очень быстро. То есть синтетические ткани никакого сложного технологического процесса не требуют. Это быстро и дешево. Насколько я знаю, в ваших магазинах представлена продукция из натуральных тканей. Да, конечно. Что это за продукция и почему вы выбираете именно натуральные полотна? Вы знаете, это основная наша задача. Донести до покупателя и предложить то, что мы бы выбрали себе. То есть вот то, что мы носим. Каждый день сами, те, кто задумываются об этом. Вот, соответственно, это моя основная задача. Чтобы покупатели имели возможность купить то, что я считаю самым лучшим. То, что я могу без всяких зазрений совести, так сказать, предложить. И мне будет не стыдно за свой товар. Ну, что это за товар? Что люди могут купить, придя вот в ваш магазин? Вы знаете, это товар, который дети и, в принципе, все люди носят каждый день. Это бельевой трикотаж, сорочки, пижамки, трусики, маечки. Все, что для дома используется, ну, как для отдыха, для тех же дач, огородов, пляжей. То есть спортивных занятий, тот трикотаж, который носится именно на тело. Одевается непосредственно под джемпера, под кофты. То есть именно нижний трикотаж, который соприкасается непосредственно с телом. Поэтому он должен быть натуральным. Ну, вот сегодня, наверное, особенно женщины, особенно обращают внимание на то, в чем они ходят дома. Появляются какие-то и халатики, и костюмчики. В вашем магазине такую продукцию тоже можно приобрести, быть уверенным, что это все натурально. Обязательно. То есть, конечно, когда мы снимаем, приходим домой, снимаем эту одежду рабочую, повседневную, нам хочется тепла, уюта, легкости. И трикотаж прекрасно для этого подходит, потому что облегание, впитываемость. То есть, вот все свойства, которые именно для тела, для организма нужны, это дает хлопок. Ну, и вискоза, конечно. То есть, домашняя одежда должна быть не только, как говорят, красивой, да, вот что она должна быть удобной, но она должна быть еще и полезной для здоровья. Потому что очень много времени мы проводим и во сне, и просто занимаясь домашними делами, и на отдыхе. То есть, для всего, для этого, когда человек либо активен при занятиях спортом, и на тех же пляжах, какие-то игры, и такие мероприятия, либо когда он спит, и организм отдыхает, это выводится, ну, как бы, получается, таким образом из одежды выводит лишнюю влагу, и она не задерживается. Что при синтетике, конечно, совсем не так. Синтетика задерживает влагу, она не впитывает в себя и не испаряет. — Насколько я понимаю, у вас представлены и товары для самых маленьких. — Конечно. — Что мамы, папы могут у вас приобрести для своих детей? — Придя к нам в магазин, молодые родители и даже те, у кого еще никто не родился, а только ждут пополнения, уже приходят и выбирают себе то, что реально подходит для детей, потому что это качество, которое неоспоримо, потому что белорусские фабрики, как вы знаете, работали еще со времен СССР, и там сохранился полностью контроль, экспертизы и протоколы испытаний. Такие, то есть мы это все видели. Я, допустим, ездила на белорусские фабрики и видела вот эти лабораторные исследования, которые проводят, чтобы их продукция была безопасной. То есть они же работают как на Европу, и для них мы тоже за границей. Для Белоруссии мы, это их валютный оборот. Соответственно, они гарантируют качество, которое они отправляют за границу. — Мы с вами начали с детских товаров. — Да, да, да. И пришли к тому, что не только для взрослых это все проверено, все это гарантировано качество, а для детишек тем более. Это даже подтверждено специальными документами. Если сейчас взрослая одежда не подлежит сертификации, ну просто делаются декларации о соответствии, то до сих пор детская одежда подлежит сертификации. — Ну детская, получается, вот все для детишек? И пеленки, и распашонки? — Нет, вы знаете, пеленки делаются из тканей. Это ситец, фланель, сатин. То есть у нас, мы работаем только с трикотажем. А трикотаж — это чепчики, комплектики, ползунки. А дальше уже, конечно, футболочки, маечки, платьица, сарафанчики, ночные сорочки. Вот такое. То есть начиная от яслики и заканчивая полностью подростковой группой. — А сколько вы уже работаете на нашем рынке? — С 2005 года. Мы предлагаем даже уже и сотрудничество с предпринимателями, которые хотят развиваться тоже. И этот товар очень удобен в работе, потому что он из моды не выходит. Ну какие-то модные тенденции есть, конечно. — Вот, а о модных тенденциях? — Да, модные тенденции, конечно. Каждый сезон проводятся выставки, у нас совещания, сборы. И где мы обсуждаем, какие тенденции, какие использовать цвета, какие где-то украшения, что-то где-то убрать, добавить. То есть в каком-то сезоне носят какие-то рюшечки, что-то такое вычурное. А, допустим, в этом сезоне модная натуральность и более упрощенные варианты, даже в домашнем. То есть все равно мода какая-то есть. Но вместе с тем на домашнюю одежду это очень индивидуально. И предпочтение настолько индивидуально, что мы пытаемся угонить всем. У нас есть и попроще, и покрасивее, и с кружевом. И настолько универсальные вещи, которые нравятся всем. То есть ассортимент пытаемся сделать так, чтобы любой требовательный покупатель что-то для себя нашел. Ну что ж, Ольга, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Я думаю, теперь наши телезрители наверняка знают, куда идти за качественной домашней одеждой и текстилем. Спасибо, что пригласили. А наших покупателей, постоянных и новых, кто только про нас услышал, мы ждем у себя в магазинах. Спасибо большое. Но на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok